«Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». 90-й псалом. И в один из сложных периодов моего служения Дух Святой буквально поместил меня в этот 90-й псалом, который я выучил наизусть, и с тех пор неоднократно возвращаюсь к нему в своих мыслях и цитирую этот псалом вслух. Отметьте слово «говорит Господу» по 2-м стихе. Не просто говорит кому-то или с кем-то, но Господу говорит. Заметьте то, что мы вслух отвечаем Богу то, о чем Он говорит к нам в 1-м стихе этого 90-го псалома. Есть места в Писании, друзья мои, которые поощряют нас размышлять над Словом Божьим. Но ряд мест в Библии, в том числе и этот 90-й псалом, побуждает нас громко, говорит исповедание Его силы и Его власти. Неоднократно мы читаем в Библии о том, что и Давид, Иисус Навин, Сидрах и Месах и Евдинага провозглашали вслух и исповедовали то, кем является их Бог в опасных и тяжелых ситуациях. Как дети Божьи, мы неоднократно соглашаемся нашей внутренностью о том, что Он прибежище мое, Он защита моя. Но этого, дорогие мои, зачастую недостаточно. Сила исходит также тогда, когда мы говорим Слово Божье вслух. Если мы верим в это нашим сердцем, говорим нашими устами, живем так, как мы говорим, понимаем это нашим внутренностью, мы помещаем себя под кровь Всевышнего и под сень Всемогущего. Кстати, слово сень означает тень, то есть мы в его тени. Помните, как тень проходящего Петра некогда исцеляла больных? Но здесь сам Бог, здесь сам Бог, не просто тень, но сам Бог, говоря вслух о том, что Он мое прибежище и моя защита, мы входим в наиболее безопасное место для нас во всей вселенной. Отметьте то, что Давид трижды применяет слово «мой» во втором стихе. Прибежище мое, защита моя, Бог мой. И Давид не только имел личное знание о том, что Бог делает для него, но, во-первых, Давид знал о том, кем Бог был для него. Без тени сомнений Давид как первый, и второй называет «моё». Вот это дерзновение, вот эта близость со Всевышним. Можем ли мы, друзья мои, назвать Бога моим Богом? И то, чем Он обладает, назвать также моим. Два слова «прибежище» и «защита» во втором стихе, кстати, это армейские выражения. Это слова, применяемые при военных действиях. Мы с вами на очень серьезной и реальной войне. И нам в наших битвах с врагом наших душ, как воздух, необходимо его прибежище и его защита. Пробовали ли мы защитить нас от любых неприятностей или неожиданностей? Господь знает, что мы не сможем этого сделать. Поэтому перед тем, как все обещания 90-го псалма исполнятся в нашей жизни и в наших семьях, Бог должен стать моим Богом, моим прибежищем, моей защитой. Мы можем ходить на проверку к доктору ежемесячно, мы можем проверять тормоза наших автомобилей ежедневно, также быть весьма прилежных на наших работах. Мы можем обезопасить наш дом от воров или укрыть много еды на время голода. Но невозможно полностью защитить себя или свой дом от случайностей, или каких-то неприятностей, вне всякого сомнения. Мы должны быть рассудительны и здравы в этом отношении. На своем месте у нас и доктора должны быть, и страховки на машину, и охрана нашего дома. Но все это вместе взятое должно иметь место только после того, когда мы имеем уверенность, что только Бог имеет все ответы и умение сберечь и сохранить наш день злой. Некоторые считают знаменитый 90-й этот псалм, о чем мы беседуем с вами, чем-то вроде палочки-выручалочки, что-то вроде магических слов. Говорит, произноси или исповедуй, и защита обеспечена. Я так не считаю. Сила 90-го псалма в том, что это слово Бога. Оно живо, реально и практично. Оно так же живо, как и жив наш Бог. Часто в своих беседах я настоятельно рекомендую не отделять Господа от Его слова. Он не только творил слово, он также есть слово. Бог есть слово. И то, что он делал и делает своим словом, является ничем иным, как только следствие того, кем он был и кем он есть. То есть, словом. Когда говорим мы вслух Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой. Это слышит не только Господь. Слышит также и враг вашей моей души. Он знает, то есть враг, что будучи словом Бог, наш Бог бодрствует над своим словом. И поэтому дьявол боится этого. Дорогие друзья, не стыдитесь говорить Богу, что Он ваш Бог. Ваше прибежище. Ваша защита. И вы уповаете на Него. Он любит слышать это. Будьте благословены.